МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире губерния. И вот главная тема выпуска. Ивановцев еще не слишком прижало. Такую причину своей малочисленности называют участники вчерашнего митинга против социальной политики действующей власти. Впрочем, сами активисты готовы сменить приоритеты и проводить работу в трудовых коллективах. Очередной схрон с оружием обнаружили ивановские чекисты. Второй за последние две недели. По предположениям оперативников, это оружие также принадлежит организованной преступной группе, но на этот раз этнической. В этом году в рамках государственного частного партнерства планируется завершить ремонт автодороги, соединяющей хромцовские карьеры с федеральной трассы Иваново-Кострома. Сегодня руководитель дорожного департамента Андрей Шушкин лично побывал на ремонтируемом участке. Сегодня днем в областном центре была объявлена тревога. Городское управление по делам гражданской обороны устроило техническую проверку системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Как и просили, граждане соблюдали спокойствие и занимались повседневной деятельностью, за редким исключением. Сегодня на 42-м году жизни скончался главный редактор телекомпании «Барс» Алия Кололокин. О времени и месте похорон будет сообщено дополнительно. Второй тайник с оружием за последние две недели обнаружили в Иванове чекисты. На этот раз схрон был найден рядом с железнодорожным переездом на улице Акуловой. В тайнике находились обрез охотничьего ружья, гранаты F1, пистолеты Astra Falcon производства в Великобритании и ТТ, а также патроны. Оружие изъяли и отправили на криминалистическую экспертизу. После нее будут решаться вопросы возбуждения уголовного дела. По данному ФСБ, найденное оружие принадлежит этнической преступной группировке. Сейчас ведутся оперативные мероприятия по розыску тех, кто формировал и хранил арсенал. Выговор объявлен начальнику Тейковского уголовного розыска, чьи подчиненные избили подозреваемых. Выговор сопровождается формулировкой за снижение уровня индивидуальной профилактической работы с подчиненными сотрудниками. Они совершили преступление, превысили свои должностные полномочия и применили физическое насилие в отношении задержанных. Это было в августе прошлого года. Вот приговор прозвучал на днях, и они приговорены к различным срокам лишения свободы условно. Кроме того, выводы, сделанные в отношении непосредственного руководителя, вот этих товарищей, начальнику уголовного розыска указанного отдела, объявлен выговор. Такова сейчас политика МВД. В случае, если личный состав допускает какие-либо нарушения или совершает преступления, в обязательном порядке нестут ответственность и их руководители, которые допускают просчеты воспитательной работы. Виновник ДТП, которое произошло в мае этого года возле деревни Малинки, взят под стражу. Напомним, тогда в результате происшествия три человека погибли и трое пострадали. Внедорожник Ниссан, за рулем которого находился обвиняемый, выехал на встречную полосу, где покасательный задел автомобиль Киа, после чего столкнулся с Ладой. Водитель и пассажирка отечественного автомобиля, а также пассажирка внедорожника погибли на месте аварии. Следствие установило, что водитель Ниссана находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и ехал с превышением скорости. Суд принял во внимание, что выезд на встречную полосу был умышленным, и что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Сегодня днем в областном центре была объявлена тревога. Городское управление по делам гражданской обороны устроило техническую проверку системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Репортаж Сергея Веселова. Звуки сирены были слышны в различных районах города. Тестирование системы оповещения проводилось в течение получаса. Цель этой проверки – оценить ее работоспособность, а также готовность к работе в условиях чрезвычайных ситуаций. Причиной таких действий стала трагедия в Краснодарском крае. Напомним, что местные власти не оповестили вовремя население о надвигающемся наводнении. В Иванове работа системы оповещения получила удовлетворительную оценку. Наверное, нечего тут скрывать о том, что еще не все районы областного центра охвачены этой системой. И в этом году намечено расширение данной системы. Правительство Ивановской области выделяет денежные средства на это. И в этом году будут поставлены дополнительные акустические устройства еще в определенных районах областного центра. Местами текст, звучащий из репродукторов, разобрать было сложно. Зато сирену слышно было очень хорошо. Интересно, что к этим своеобразным учениям прохожие на улице не проявили никакого интереса. Зато переполошились животные. Зам. директора Ивановского зоопарка Максим Козлов записал в своем микроблоге. «Наши ослы в тон с сиреной кричат. Даже погромче пошел в обход, а то животные сильно мечутся». Конец цитаты. Сергей Веселов, Сергей Тютин, телекомпания «Барс». К другим темам. Ивановцев еще не слишком прижалом. Такую причину своей малочисленности называют участники вчерашнего митинга против социальной политики действующей власти. Впрочем, сами активисты готовы сменить приоритеты и проводить работу в трудовых коллективах. О митинге репортаж Сергея Кохлова. «Власть народу! Власть народу! Власть народу!» Возможно, эти околомузыкальные звуки исторической направленности и отпугнули народ. В любом случае, факты таковы. При пятистах указанных в заявке участников собрались на митинг около пятидесяти человек. В основном коммунисты и левая молодежь. Левая в смысле взглядов. При том, что был проведен предварительный митинг-пикет, были розданы сотни листовок с приглашением на акцию. «Мы продолжаем собираться все более и более хуже. Активности особой я сейчас здесь не вижу. Подождем, может быть, какой-нибудь семиметровой волну, чтобы пробудить активность наших граждан». Имеется в виду волна наводнения, недавно накрывшая Кубань. Несогласные, впрочем, полагают, что в Иванове источником гражданской активности станет сама власть. «Она лучше всего уродит себе могилу своими действиями. Настолько бездумно, настолько наплевательски к людям, настолько, так сказать, цинично, что, в общем-то, и агитировать даже зачастую не надо. То есть действия власти говорят сами о себе». Ивановским властям досталось за ликвидацию второго троллейбусного депо, за нищенские зарплаты рядовых работников станции скорой помощи, за ситуацию в центре реабилитации для подростков, в которой разбираются правоохранительные органы и уполномоченные по правам ребенка. Поддержать сами себя пришли единицы. Со станции скорой помощи семь человек, из депо целых трое. Тем не менее, ситуация меняется, считают самые закаленные оптимисты. Становится ясно, что делать. «Призвать трудовые коллективы к самоорганизации и начать рабочее сопротивление на местах. В том числе и организации, если потребуется по необходимости статичных комитетов и общей забастовки». Инструмент у активистов для этого есть. В Иванове тихо и незаметно, спустя 107 лет после событий пятого года прошлого века, возродился совет. А как известно, пролетариат Московский, Питерский и Иваново-Вознесенский доказал на деле, что никакой ценой не уступит завоеванию революции. Сергей Хохов, Сергей Тютин, телекомпания «Барс». Далее в программе. Газ в квартиры Кохомской новостройки, отключенные из-за неисправных каналов и дымоходов, будут подключать поэтапно в течение полутора месяцев. Мы продолжим сразу после короткой рекламы. Вы смотрите программу «Губерния». В этом году в рамках государственного частного партнерства планируется завершить ремонт автодороги, соединяющей Хромцовские карьеры с федеральной трассой Иваново-Кострома. Сегодня руководитель дорожного департамента Андрей Шушкин лично побывал на ремонтируемом участке. Репортаж Ирины Афониной. Эта дорога областного подчинения, соединяющая Хромцово и Галчаново, не ремонтировалась 15 лет. Всего в текущем году планируется произвести ремонт с 6 километров. Укладка асфальта на первых трех километрах уже близится к завершению. «Государственный контракт» на выполнение подрядных работ выиграла никому доселе неизвестная фирма «Армада». Она обошла в конкурсе таких дорожных монстров, как ДСУ-1 и Дормозстрой. Однослойное покрытие толщиной 4,5 сантиметра кладется на выравнивающий слой асфальтобетона. Здесь работает один асфальтоукладчик и два катка. Легкий прикатывает асфальт, тяжелый каток доводит его плотность до нужной кондиции. «Мы применяем самые современные материалы, работаем по всем технологиям дорожного строительства. На рынке, конечно, впервые, но по качеству уже, наверное, многие заметили, что мы не отстаем от наших конкурентов, так скажем». Департамент дорожного хозяйства в процессе ремонта следит и за качеством покрытия, и за соблюдением технологии. «Ну вот у нас департамент брал, уже вырубки все соответствуют, водонасыщение и уплотнение». Андрей Шушкин признается, организация подрядчик, хоть и новичок на дорогах региона, но пока все делает качественно. Однако время покажет. Гарантийный срок покрытия составляет 4 года. После укладки асфальт обустроят обочины, установят дорожные знаки и более 100 сигнальных столбиков. Всего на ремонт этих трех километров областной дорожный фонд выделил более 12 миллионов рублей. Тот же подрядчик будет ремонтировать и вторые 3 километра дороги, непосредственно до предприятия «Храмцовский карьер» в рамках государственно-частного партнерства. Правительство Ивановской области вышло на «Храмцовский карьер», так как по этой дороге в основном идут тяжеловесный грузовой транспорт на «Храмцовский карьер», чтобы они приняли участие в софинансировании. Была достигнута договоренность, и до конца этого года при участии «Храмцовского карьера» будут отремонтированы следующие 3 километра. Предприятию «Храмцовский карьер» ремонт вторых трех километров обойдется в 18 миллионов рублей. Ирина Афонина, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Газ в квартире Кохамской новостройки, что на улице Октябрьская, будут подключать постепенно, в течение полутора месяцев, сообщает Кохамский вестник со ссылкой на решение местной думы. Напомним, 40-квартирный дом отключили от газоснабжения из-за неисправных каналов и дымоходов. Первое и частичное отключение газа произошло в феврале в двух квартирах. Жители одной из них чуть было не задохнулись, и газовикам ничего не оставалось делать, как поставить заглушки в двух квартирах на третьем и четвертом этажах. Таким образом, жильцы остались без отопления, горячей воды и газовых плит. Весной без газа остался весь дом. Кохамские чиновники пояснили нам, что в проект на стадии строительства в части дымоудаления были внесены корректировки, то есть вместо индивидуальных каналов сделали общие на 2-3 квартиры. Как обещают, газ вернут, но по частям. В начале Тудаги вентиляция работает нормально. В остальных же квартирах газ появится только после реконструкции всей вентсистемы через месяц-полтора. Остается непонятным, почему изменения будут вносить не во всю систему дымоудаления и вентиляции. В этом году тарифы на коммунальные услуги изменятся в два этапа. В июле и в сентябре. Первый этап повышения ивановцы ждали с содроганием. Некоторые управляющие компании еще в марте предложили жильцам новые нормативы. Горожане, не задумываясь о последствиях, инициативы коммунальщиков проигнорировали. Репортаж Мариной Зениной. Региональная служба по тарифам уже опубликовала информацию о повышении платы за газ, тепло, электричество и воду. Повышение цен за содержание и ремонт общедомового имущества контролируют управляющие компании. У коммунальщиков свои интересы. Чем дороже, тем лучше. Непрерывно идут обращения на ОАО, многофункциональную управляющую компанию, по поводу того, что подняли размер платы за содержание общего имущества. При этом большинство собственников утверждает, что собрание не проводилось, итоги собрания не вывешивались, и тем не менее тарифы подняли. Администрация города Иваново о проведении собрания не уведомлялась. Сейчас суд рассматривает четыре рисковых заявления о незаконном повышении тарифов. Возмущены жители восьми домов. И не без основания плату за содержание и ремонт повысили на 40%. Притом есть жители, которые по незнанию платят. Население управляющей компании подсовывают свои необоснованные размеры платы, за которые люди готовы и голосовать, и не голосовать, и вообще сумятица у населения обращаются к нам с этими вопросами. Совет инициативных групп помогает людям разобраться в ситуации. Мнение собственников – закон, каким бы оно ни было. И если большинство против, значит тарифы не имеют права повысить. Жители этого дома на общем собрании собственников решили не принимать новые тарифы управляющей компании. Жильцов уведомили, что теперь за содержание и ремонт жилья они будут платить по тарифам, установленным городской администрацией. Правда, что это за тарифы, пока неизвестно. Администрация города пока не опубликовала постановление о повышении нормативов за содержание и ремонт общедомового имущества. Об увеличении общегородских тарифов власти должны предупредить за месяц. В пресс-службе мэрии заверили, что пока ничего менять не намерены. Управляющие компании обязаны придерживаться установленных еще в прошлом году норм. Марина Зенина, Сергей Тютин, телекомпания БАРС. А сейчас коротко о темах следующего выпуска. Из второго троллейбусного депо электротранспорт переводят в первое. На данный момент переехали шесть троллейбусов. В МОП ИПТ утверждает, что за постепенный перевод машин это нормальный хозяйственный процесс. На выходе подвижного состава он не скажется. Аварию на водопроводе, которая случилась вчера на 1-й санитарной улице, устранили. Заасфальтировать провал обещают в понедельник. Сотрудники водоканала сейчас возмещают ущерб пострадавшим, видящим щебня и песка. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия или просто любопытного события, звоните на нашу горячую линию 58-77-77. В начале каждой недели оценку зрительским новостям дают сами телезрители. Авторы сообщения, за которые будет отдано большее число голосов, ждет премия – 3000 рублей. И несколько слов о погоде. Завтра в Иванове 24 градуса выше нуля. Переменная облачность, кратковременный дождь. Более подробно прогнозы синоптиков расскажет Анастасия Чистякова. Метеопрогноз выйдет в эфир сразу после городской хроники. Программа объявлений и анонсов. Следующий выпуск программы «Губерния» смотрите в 20.30. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин